МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире программы Нереальная политика. С вами, как всегда, Андрей Колесников и я, Тина Канделаки. Разрешилась интрига последних трех лет. Дмитрий Медведев выдвинул Владимира Путина в президенты, а Владимир Путин выдвинул Дмитрия Медведева в премьер-министры. Казалось бы, вопросов больше нет, но, тем не менее, вопросы еще остались. Именно эти оставшиеся вопросы мы и собираемся задать Кларе Куздимбаевой, известному нумерологу. Здравствуйте. Здравствуйте. Клара, ну, давайте начнем, собственно говоря, не откладываясь, Владимира Путина. Расскажите подробно. Вы, как нумеролог, человек, можно сказать, научного склада. Что ждет его? Если в целом рассматривать программу Владимира Путина, на самом деле она уникальна чем? Почему? Потому что у него в программе уже написан знак власти. А что такое программа, его программа? Что такое программа? Каждый человек приходит со своей жизненной программой. То есть по нумерологии можно рассчитать полностью судьбу человека. Его характер, привычки, склонности, то есть сильные и слабые стороны, период подъема, спада на все это нумерология путем расчетов может подсказать человеку. А расчеты в чем? То есть достаточно знать имя, человека, дату, месяц рождения и год. Да. Имя, отчество и полную дату рождения. Именно в дате рождения сосредоточены код. Но расчеты, судя по тому, что у вас калькулятор, не такие уж простые, да? Нет. Рассчитать не составляет труда даже самому обычному человеку. То есть мы тоже можем рассчитывать? Конечно. В нумерологии есть такое понятие технической характеристики. Вот, допустим, все цифры складываются, если взять дату рождения Путина, 7, 10, 1952, все цифры складываются, получается 25, соответственно, двойка с пятерка складывается, здесь семерка. То есть есть такое понятие технический расклад. Ну, не будем отвлекаться. Собственно говоря, у Владимира Путина программа власти оказывается. Да. Знак власти. Знак власти. И сегодняшняя ситуация такова, что у него год десятки. А, соответственно, когда у человека год десятки, это период подъема. Подъема и в физическом плане, и в эмоциональном, и, конечно, и в интеллектуальном, в работе подъема. Год десятки – это год славы, год успеха. То есть вы об этом знали заранее. Получается, то, что для всех было неожиданностью, для вас это было как бы данностью? Расчеты показывали. Да, то есть вы заранее знали, что Дмитрий Медведев выдвинет Владимира Путина в президенты? Говорить о том, что я не предсказатель. Но что касаемо программы, да, это было видно. 58 лет – год десятки. 59 лет – год также подъема. 60 – год подъема. Поэтому я не вижу никаких спадов. Ну, там второй президентский срок-то не три года, а шесть. Шесть? Давайте посчитаем. Давайте посчитаем, что будет после 2014 года, после Олимпиады в Сочи, так сказать. 61. 61 – год такой, можно сказать, переменного успеха. Почему? Потому что есть такое понятие в нумерологии – жизненный код человека. Мы, каждый человек, живет по ритмам, подчиняемся физическому циклу, эмоциональному, интеллектуальному. Если взять жизненный код Владимира Владимировича, у него жизненный код 136-640. Так, вслух не надо, мы это запитываем, да? Конечно. Это как домашний телефон. Теперь все будут по нему звонить, кому не лень. Конечно. 136-640. Так, 62 – год 4 у нас. А интересно, эти коды, правда, с телефонами совпадают? Может, чем-то он совпадает, этот код? Не думай об этом. Итак. Так, что его ждет? 59, 60, 60. Я не вижу спадов. Прям все 12 лет один подъем? Я не считала 12 лет. Вы мне сказали просчитать первые 4 года. Первые 4? Да. А его год начнется, ему исполняется 59 лет, 7 октября его год начнется через 13 дней после дня рождения. То есть 20 октября. То есть давайте… Не выдавая желаемое за действительность, раз в 12 лет. Пока что на горизонте 6, конечно. А скажите мне, пожалуйста, а прям вот все эти 6 лет – это стабильное восхождение вверх? Ну, конечно, он же баловин судьбы. Это тоже как-то отображается? Да, конечно. Если взять его программу, у него волевой характер, у него хорошая энергетика. Две пятерки говорят о его утонченности, душевности, патриотизме. А две семерки – он баловин судьбы. У очень многих президентов, как правило, две семерки присутствуют. А вот у Дмитрия Медведева, он относится к этим очень многим президентам? У Медведева совсем другая программа. Какая? У Медведева как раз-таки семерок нет. У этого человека доминируют тройки. У него есть такие способности, он может опережать мысли. Свои собственные в том числе? Нет, мысли людей. Он может читать мысли. Он может читать мысли? Да, да. У него есть способности к гипнозу. Серьезно? Да. Потому что у него большие тройки. Дмитрий Медведев может гипнотизировать? Да, у него гипнотиз… Это говорит… А чем же он занимался? Это не говорит о том, что он гипнотизер. Но от природы у него есть такая способность понимать фиитомир, животный мир. Животный мир? Почему? Потому что тройки доминируют. Удивительно. То есть неспроста кот Дорофей переехал в Кремль. Ну, что касаемо его программы, вообще у него тоже интересная программа. Почему? Потому что он носитель знака также власти, 336, знака власти. То есть он даже без семерок надолго с нами? У него восьмерки. То есть он вообще надолго? То есть он с нами вообще надолго-долго? Сейчас посмотрим. Посмотри его период. 45 лет. Вот прошлый год, который у него был до дня рождения, был, конечно, год неподъема, спада. 46-47 год замечательный, год подъема. Сейчас смотрим дальше. 48-6, Луна, Солнце, 13. Есть такое понятие в нумерологии расчета Луны и Солнца. Луна считается программой кармической, а Солнце личной. И как раз-таки в 48-м тоже период хороший у него. Период подъема 247. То есть он тоже сейчас идет в гору? 590, да. То есть только начинает свое победное шествие? Вот как раз-таки, как раз-таки, как раз-таки, если просчитать 4 года, которые ближайшие, они у него очень хорошие. Слушайте, ну, понимаете, вам уже не... Ну, очень хорошая, это одна история. Да, понимаете, вам не верится, потому что все идут в гору, понимаете. Владимир Путин идет в гору, Дмитрий Медведев идет в гору. А кто катится с этой горы, хотелось бы узнать. Например, вот... Да, не страна. Да. Нет, ну почему? Давайте с людей для чем? Страна все-таки состоит из людей. Геннадий Андреевич Зюганов, он тоже идет в гору? Я его не считала. А посчитаем давайте прямо сейчас. Имя Геннадий Андреевич Зюганов. Я вам подскажу, и вот что еще. Когда у него день рождения? 26 июня 1944 года. Чем интересна программа Геннадия Андреевича? Он, во-первых, носитель тысячного знака. Есть такая категория людей, тысячников. Это знак известности и популярности. То есть люди, которым среднего пути не дано. И самое интересное, если тысячный знак находится на первом месте, допустим, в техническом раскладе, у таких людей карьера, как правило, бывает до 49 лет. А видите, здесь идет по нарастающей переход от сотых к тысячной. Ну, конечно, разве это карьера, то, что сейчас происходит? Поэтому говорить о том, что у него спад, я сейчас прочитаю, жизненный код. Но знаете, в чем проблема Геннадия Андреевича? Он вечно виноватый. Он вечно виноватый? А что за знак об этом говорит? Это говорит о том, что у него нет семерок. И при всем при том, что у него две единицы, а нормой, допустим, в нейрологии считается количество три. При всем при том, что он производит впечатление уверенного в себе человека, но внутренне он пасует. Пасует? Да. Сейчас я прочитаю его жизненный код в сегодняшнюю ситуацию. Ну вот тоже, да, чтобы понять, он в гору идет или уже с горы? Жизненный код 303-264. Полных лет... 67 ему. 67 лет. 67. На сегодняшний день он находится на нуле. На нуле. На нуле. Сейчас посмотрю, он уже спустился с горы. Ну, конечно, ну как и его партия, да? 60, да, год нуля. 9 луна, солнце 6. 9 луна, солнце 6, минус тройка. И что это значит? У него год, который начался после дня рождения, год ошибочных решений. Год ошибочных решений. Одно расстройство. Боже мой. Казалось бы, год ошибочных решений все-таки у партии правое дело. А выяснилось тут, оказывается, он у коммунистов. А что значит год ошибочных решений? Вот прям... В этот период... Вы можете сказать более-менее о том, что это за решение? Какие-то, наверное, самые важные решения? Да. Вот пойти на выборы в Государственную Думу, например. Вообще в нулевой период, к сожалению, на сегодняшний день он вошел в ноль. А что такое нули в программе человека? В нулевой период бывают проблемы по здоровью, потери близких, аварии, крах карьеры. Это годы нулей. Потому что это объяснимо, потому что ноль связан с тремя ритмами человека. С физическим циклом, эмоциональным, интеллектуальным. Как хорошо, что вы его предупредили. Геннадий Андреевич, будьте внимательны, пожалуйста. Получается, в 2011-м он будет внимательным еще или уже в 2013-м? Его год начался после дня рождения. Все, берегите себя, Геннадий Андреевич. Ну не будем, не будем о тяжелом. Давайте о высоком. То есть о Михаиле Прохорове. У вас есть его исходные данные? Да, да, у Михаила Прохоров, интересно, он родился 3 мая 65-го года. У него также он носитель тысячного знака, знака известности. Как и Геннадий Андреевич Зюганов. То есть он даже имел им смысл объединиться в тандем? Нет, у Геннадия Андреевича 28-10 знак тысячный, а у Михаила Прохорова 29-11. Это лучше или хуже? Он выше идет. Такой же знак у господина президента Обама. Обама. Да, 29-11. Как интересно. И самое интересное, вот если взять его жизненный код 294-750, и на сегодняшний день он находится по ритму полных 46 лет на пятерке. У него уже после дня рождения, он через полгода, то есть через полгода, через 6 месяцев после дня рождения, с 3 ноября идет к нулю. И проблема в чем? Если взять его программу, Луна у него 10, Солнце 0,7. Вот с одной стороны, десятка, я говорила, это период подъема, успеха, кармический год. А Солнце 0, у него год очень неудачный. Неудачный? То есть ему просто не в этот год надо было появляться? Ни в коем случае нельзя было создавать партию. В этот период ему нельзя вкладываться. В этот период ему нужно очень аккуратнее быть, потому что при такой высокой луне и Солнце низкой, очень год сложный. То есть одна партия эти деньги все-таки не вернут, вы считаете? У него будут потери. Потери денег? Да, потери будут. Почему? Вот это не деньги, честно говоря. Почему? То, о чем говорят. Но то, что для вас не деньги, для меня деньги. Нет, для меня это деньги. Для него не деньги. Может быть, сейчас просто для него, например, временно, я не знаю, устроить личную жизнь. Вот с этим как? А это можно спросить? Это вопрос, который всегда Кандулаки задает. Ну, как видите, вот это... Самое интересное, да, у Михаила Прохорова 48 лет идет перемена в личной жизни. Есть такое понятие в нумерологии «семерки» – это код замужества, код женитьбы. То есть когда судьба ему предоставит... То есть он все-таки женится, вы хотите сказать? Да, у него семерка. Ну, знаете, как много людей в этой студии пыталось сделать какие-то прогнозы, абсолютно как бы не соответствующие с действительностью, прям уже в это вообще не верится. Время покажет. Давайте прервемся на несколько минут, у нас реклама. Мы возвращаемся в студию программы «Нереальная политика». Сегодня мы встречаемся с нумерологом Кларой Куздимбаевой, которая может любую дату рождения разложить по цифрам и сказать, что человеку предстоит. Продолжаем разговор. Давайте поговорим про, я считаю, одного из немногих профессиональных политиков у нас в стране, про Владимира Жириновского. Вам дать его, установочные данные? Значит, Владимир, отчество Вольфович, 25 апреля 1946 год. Интересная программа у Владимира Вольфовича. 314, он носитель знака миротворца, 279, это знак прогресса. Что вы говорите? Миротворец? Знак миротворца. Я думаю, что такие ассоциации с Владимиром Вольфовичем вообще не упал. Четверки говорят о том, что он большой фантазер. Вот насчет большого фантазера я, безусловно, соглашусь. Потому что две недели назад я прочитал, как Владимир Вольфович с полной уверенностью сказал, что у него есть информация, что Путин будет премьером, а Медведев президентом. Останется та же конфигурация, которая была. А как только состоялись события на съезде Единой России, я тут же слышу реакцию Жириновского. Ну так я это же и сказал. Да? Да. Как предсказывал я? И так далее. Но самое интересное, вы знаете, он родился в такую дату, Владимир Вольфович, это называется коридор управления. Допустим, есть определенные даты в году, коридор управления, допустим, коридор мести, коридор стяжательства. То есть это, соответственно, люди, родившиеся в этот период, должны, соответственно, себя вести. То есть они должны управлять. А скажите, а он мог стать вообще президентом? Потому что все-таки партия ЛДПР была премьером партии, которая набирала большое количество сторонников по стране. Это было в 1994 году. Да, и этот год имею в виду. 194, 600 – это его жизненный код. Вообще по жизни у него идут периоды подъема и спады. У него много нулей, я уже начинаю понимать. Да, два нуля. Но с одной стороны, у него есть в программе тройки. Почему тройки отвечают за интуитивные способности человека? Есть тройка, но по жизненному коду видно, что он очень упертый человек. Почему? Потому что год такой. Сегодняшняя ситуация, ему полных 67 лет. Он сейчас на девятке. По ритмам находится. Сейчас посмотрим, какой период. Ой, год неудачный у него. Тоже неудачный, да? 11-12, солнце 04. Нет, но если у кого-то год удачный, то у остальных из этой небольшой, в частности, компании неудачный. Но не могут все победить на парламентских и президентских выборах. Ну да, я с вами согласна. Это очевидно. В общем, ваши расчеты подтверждают, собственно, то, что происходит в реальной политике. Ну, нумерологи не ошибаются. Цифра не ошибается никогда. Ну, хорошо. Давайте это Валентину Матвиенко тогда посмотрим. Потому что у нее с точки зрения обывателя без знаний нумерологии абсолютно очевидно все-таки год подъема, наверное. Да? 7-04-49. Вы уже это посмотрели, да? Да, посмотрела заранее. То есть ее жизненный код 54-57-20. Полных лет 62. 62. 60-61-62. На пятерке находится. И Луна 10, Солнце 0-1. Тоже плохо. Солнце нулевое. Солнце нулевое. А что это значит? И долг еще оно будет нулевое. Это будет год. Это будет год продолжаться. То есть от дня рождения до дня рождения. Ну, подождите. А как вот это понять? Ну, она как бы, да, там, переходит почетно в Совет Федерации. У нее все хорошо. Что значит ноль? Вот я не понимаю. Что такое ноль, опять-таки? Да, что такое ноль? Я говорила о том, что он связан с тремя циклами. В любом случае, когда человек находится на нуле, это всегда ощутимо. Может, это им... Могут быть, не дай бог, удары с какой-нибудь другой стороны. Да, да. Это идет и физический спад. Это идет и эмоциональный спад. И, естественно, интеллектуальный, который касается работы. Поэтому... Он может быть на должности, но он может быть эмоционально опустошил. Да, это может быть... Ну, естественно, после назначения человека представителем Совета Федерации, он просто обязан испытывать эмоциональное опустошение. Хотя бы на какое-то время, да? Следующий год будет лучше. А вот мне интересно, в связи, можно сказать, с этим, какая, так сказать, математическая судьба у господина Миронова, у Сергея Миронова. А, это же я просчитывала. Просчитывали? Очень хорошо. Да, 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 да. Сейчас посмотрю его. Интересно, вы с ними не взаимодействуете, раз вы все просчитываете? Мне кажется, они должны быть в вас заинтересованы. Больше, чем мы даже. Сейчас посмотрим, найду его. Видишь, как Лара тебе не отвечает. Значит, вполне возможно и взаимодействует. А, Сергей Миронов. Да, очевидно. 14 февраля 1953 года. Технический расклад 257-235. Так, кстати, такой же знак, как у вас. У меня? Да, у вас же 235. И что нам с ним делать? Ну, если бы вы с ним были знакомы, вы могли бы с ним... Подружиться. 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 Ну, еще все впереди. Ну, расскажите, что ждет его. Сегодняшняя ситуация. Значит, 54-68-40, его жизненный код. На сегодняшний день он находится на четверке. Но у него... Его день рождения... Не так уж плохо. У него... Он идет к нулю. К сожалению, знаете, к сожалению, идет к нулю. И сегодняшний год у него плохой. Почему? Потому что у него Луна 13, Солнце 10. А, соответственно, когда Луна 13, это, конечно, плохо. Это... Ну, 13, это точно плохо. В Луне, а когда в Солнце, это хорошо. А в Солнце 13 хорошо. Это хорошо, да. Ну, у него, получается, чуть лучше, чем у Зюганова, я уже тоже понимаю, и чуть хуже, чем у Прохорова. Ну, 13 в Луне, это, конечно, интриги. Интриги. Ну, это весь год у него интриги. Интриги, да? Да, 13. Вот такая же ситуация. 13 в Луне была у Лужкова. А давайте все-таки... Вот интересно, потому что хочется понять, если вот у нас Владимир Путин и Дмитрий Медведев идут в гору, куда идет Барак Обама, очень интересно. Барак Обама. Барак Обама родился... Барак Обама, я не знаю, я вам скажу. Я помню, 4 августа 61-го года. Совершенно верно. Да, у него интересная программа, в чем? Он также носитель знака 29-11, как вот Прохоров, и второй знак, 213, знак мецената. Вот что его ждет. Сейчас мы смотрим. Знак мецената, я не знаю, каким меценатом можно заниматься. Вместо второго президентского срока. 62-75-20. Ну и как у него в связи с этим? Его год, значит, так. А мы как раз, его же день рождения отмечались, 50-летие. Я просто не считаю. Он в Макдональдсе, помните, отмечался день рождения, коллег пригласил по Белому дому в Макдональдсе. Как сейчас, конечно. Три луна, солнце 10. Год его начался после 17 августа. У него год хороший. То есть все хорошо у него. Под подъемом год хороший. Вот жалко, про жену его не могу спросить, потому что у меня такое ощущение, что у жены тоже есть президентские амбиции, потому что в Америке же как принято палочку-то, эстафет друг другу передавать. Вот мне кажется, что и она будет выдвигаться тоже. Вы мне дайте дату рождения, я рассчитаю и скажу. Мишель Абаму? Конечно. Подождите, я сейчас поищу. Может, я даже вам и помогу найти дату Мишель Абаму сейчас. Что, вы думаете, цифры не врут? Цифры не ошибаются. Не ошибаются. Почему? Потому что все, что нас окружает, это цифры. Вы знаете, у нас была где-то полгода назад экстрасенс, которая еще и на картах Таро раскидывала судьбы. Так она тоже настаивала на том, что ее прогнозы очень даже неплохо сбываются и предсказала, в частности, что Михаил Прохоров женится и что жена его будет на две головы выше, чем он. Она не знала просто роста Михаила Прохорова. Ваши прогнозы в этом смысле? Почему им надо больше доверять? Что касаемо карт Таро, нумерология не имеет никакого отношения к гаданию. Это цифры. Мы все можем систематизировать в цифры, согласитесь? Ну, смотрите, 17.01.1964 года. 17.01.1964 года Мишель Абама. 8.09.29.11. Вот самое интересное, нарочно не придумаешь. Да. Если взять, допустим, расклад 29.11.279, а когда такой же расклад у Барака Обамы. У Барака Обамы такой, то есть у них один и тот же расклад. Да, они идут по судьбе. Боже. Две половинки одного яблока. А вот можно сравнить, например, вот эти коды Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Насколько они совместимы друг с другом? В чем совместимость? И в чем несовместимость? Давайте начнем. Если взять, допустим, программу Владимира Владимировича Путина, у него отсутствуют тройки, четверки, шестерки, восьмерки. А все те знаки, которые отсутствуют у него, доминируют у Дмитрия Анатольевича. То есть вообще-то несовместимость. Нет, это наоборот хорошо. Почему нам кто-то нравится, кто-то не нравится? Это как плюс и минус. Разве вы не понимаете, что это? Нет, но тем не менее вы говорите, что вот здесь полное совпадение цифр. Да. У Барака Обамы и Мишель. И это значит, что они будут вместе вечно. А у Владимира Путина и Дмитрия Медведева вообще никаких совпадений. И все равно выясняется, что этот тандем не имеет никакой тенденции к распаду. Нет, что касаемо семейных отношений, вот, допустим, часто бывает такое, удивляются, что, допустим, в этой женщине нашел, или что там она нашла в этом мужчине. А здесь именно присутствуют вибрации цифр. Почему нам кто-то нравится, кто-то не нравится. И получается, у Барака Обама они две половинки одного яблока. Понимаете? У них одинаковые знаки. Что касаемо партнерских отношений, допустим, у Путина и Медведева, те знаки, которые отсутствуют у Путина, они доминируют у Медведева. Это, наоборот, хорошо. Партнерство все-таки не брак. Андрей. А если говорить про действующих президентов, господина Януковича? Михаил Саакашвили, например. Мне посмотри на треть дату рождения? Ну, я давала прогноз характеристик Саакашвили. Это еще было, когда случились события в Осетии. Чем интересна программа Саакашвили, Михаила? Он родился 21 декабря. Кстати, в один день со Сталиным. 21 декабря. А это ощущается, если честно. С 67 года. Михаил 4,6. Также, он также носитель тысячного знака 29,11. Это как Геннадий Андреевич Зюганов? Так же, как Зюганов. И Михаил Прохоров. Так когда же у него спарта начнется? И Барак Обама. 29,11 и второй знак 257. Самое интересное, раз, два, три, четыре, пять единиц. Единицы относятся к духовной оболочке человека. Норма считается в нумерологии количество три. Три единицы считается добрый человек. Четыре – это волевой характер, пять – магнетизм. Но когда отсутствует четверка, это деспотизм. Проблема в Саакашвили в чем? У него нет троек. А когда у человека нет троек, это человек способен на плохие поступки, не осознавая того, что это плохо. Своя правда. Дальше носу ничего не вижу. Это как Мишель Обама практически. Ну да. Ну не знаю, есть ли у вас здесь какие-то вопросы? Ну, вопросы всегда есть. Например, Александр Лукашенко. Мне посмотреть дату рождения? Незбиваемый человек. Лукашенко, я тоже как-то считала, рассчитывала. Интересно, он родился, по-моему, 30-го. Сейчас я проверю, сейчас я вам все скажу. 30-го, по-моему. Проверим, насколько хороший парень. Только что отдал нам с облегчением Белтрансгаз, да еще много чего предложил. Буквально днями на человека стал похож. Ну что ж, Александр Григорьевич нас приветствует. Родился в ночь с 30-го на 31-е августа, Александр Григорьевич. Не зря вы задумались, 30-го или 31-го. Да-да-да, в 54-м году. В разных документах указываются разные даты. Иногда он моложе, иногда старше. Вот, 303-202-4. Знаете, самое интересное, родился действительно в интересную дату. Почему? Потому что есть такое, у каждого человека существует зеркальное отражение. Вот вы родились какого числа? 8-го, соответственно. Вот ваше зеркальное отражение идет через 6 месяцев. То есть человек, который родился 8-го февраля, если вы с ним встретитесь, у вас очень хорошие отношения сложатся. То есть будут взаимные симпатии. Запомним. А 30-го августа нет зеркала. То есть 30-го февраля же нет. И, как правило, такие люди, которые родились 29-го, 30-го, 31-го, они почему сложные? Они утром говорят одно, в обед другое, вечером третье. А вы не боитесь, что вот нашу программу сейчас посмотрят другие нумерологи и по заказу каких-то вип-персон, которых мы обсуждали, сейчас проверят все ваши данные, да, и начнется сеанс разоблачения на основе всех тех же самых цифр. Такое с вами вообще случалось? Не боитесь? О, мне бы хотелось познакомиться с нумерологами. К сожалению, я в Москве не знакома с нумерологами. Но в Минске-то я уверен, что найдут. Наверняка. А вообще про страну можно рассчитать? Какую страны год? Ну вот у России 2011 год, переход 2012 год. Для России это хорошо? Мы идем наверх? Но если руководитель страны на подъеме, значит, в стране будет хорошо. К сожалению, 2011 год... Иногда бывает наоборот, мне кажется. 2011 год проходил под четверкой, под знаком четверки. А что такое четверка? Это, с одной стороны, практичность, надежность, стабильность. Но есть и отрицательное качество четверки. Вот, допустим, четверка у тех же китайцев, она считается числом смерти. Смерти, несчастных случаев. То есть, когда плохо в Китае, в России хорошо, правильно я понимаю? Нет, я не про это говорю. Под какой вибрацией идет этот год? Вот, допустим, 2012 год это идет под пятеркой. То есть, это год духовности, когда человек, наконец, должен прийти к духовности. И все то плохое, которое человек совершил до этого периода, в этот период это уже будет... То есть, пятерка правильное число? Да, пятерка. Ну что ж, это была программа «Нереальная политика». Найдите в себе пятерку и закрепите ее. Встретимся через неделю. Музыка. 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 Музыка.